МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Мы начинаем нашу передачу беседы с батюшкой. И сегодня в прямом эфире у нас в студии в гостях протерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер! Здравствуйте, тетя Александр! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С праздником торжества православия всех вас! Батюшка, вот хочу начать передачу как раз с вопроса. Почему сегодняшний праздник именуется торжество православия? Ведь восстановление почитания икон, которое легло в основу этого праздника, произошло в восьмом веке, когда церковь еще не разделилась на православную и католическую, а была едина, и не было понятия православного. Нет, понятие было, и церковь своими оппонентами изнутри обвинялась вне христианском учении в почитании святых икон. В идолопоклонстве. Да, отрицали вообще, ну, сам факт многостолетней традиции и отрицали как раз истинность этого явления духовного. И вот это восстановление именно православия, что иконоборцы были побеждены. То есть православие, это именуется победа правды Божьей. Да. В этом... Да. Что тот, кто почитает святые иконы, тот правильно славит Бога. Кто отрицает святые иконы, таких очень много людей, которые называют себя христианами, но христианами не является. Потому что наглядный признак почитания святых икон и является как раз истинным христианством. Хотя не все христианские конфессии, они... Ну, очень многие, даже яговисты, именуют себя христианами. Хотя... Которые вообще не почитают святую Троицу даже. Чего тут говорить? Вы слышали, что именно христианами? Да, слышал от них самих. Ну, это, видно, они совсем не понимают. Конечно, конечно. А те, кто не почитают Богородицу, разве они вообще что-то понимают? Ну, у них свои такие... Нет, ну, так у всех свои. У всех свои. Но пока человек пьет, он говорит, а я же на свои пью. Что такого? Какой же это грех? Ну, так что тут? Вот мнения бывают различные, мы знаем это, но претензии на православное христианство, они нелепы просто. И вот в продолжении, батюшка. Батюшка, почему сегодня, в неделю торжества православия, на литургии читается Евангелие о призвании Филиппа и Нафанайла? Как оно соотносится к празднику? Это очень любимый мною отрывок из Евангелия от Иоанна, в котором как раз святые отцы углядели, в чем стоит истинное православие. Истинное православие не в фарисейских формальных изысков может ли что быть добро из Назарета. А приди и вишься истину. Потому что церковь, она взращивает в народе Божьей святость. Пусть любая община, англиканская, баптистская, адвентистская, покажет своих святых, что вы достигли драгоценной нашей в вашем учении. Где? Покажите плоды. Православная церковь всегда покажет эти плоды. И все плоды можно сравнить. И вот в том, как Нафанайл принимает... Да. И вот Нафанайл истинный израильтян. Потому что очень много израильтян, не очень много, а просто подавляющее большинство, они не истинные израильтян. Мы, Израиль, церковь Божия. Мы, настоящий Израиль. Мы, дети Авраама, Исаака и Иакова. А то, что там гены, там еще там что-то, изучение, это формальный признак. Бог наш, в котором мы веруем, исповедуем, любим, он не формалист. Ему не это вот, крохоборщиство нужно. А поклонение в духе и истине. И вот он прозрел в Нафанайле этот дух истинный. Ну а что ж там, Бог-то не то что прозревает, он видит своих чат. Есть вопрос у нас, мальчик, первый. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте, дорогие батюшки. Поздравляю вас с праздником. Хотела бы сделать вот такой вопрос. Меня зовут Елена. У меня сестра родная. И вот мы с ней очень долго времени общаемся. К сожалению, у меня такое закрытое сердце. И она со мной сейчас перестала общаться только потому, что я общаюсь со своими родственниками, с тетей, с двойными братьями. И она решила прекратить со мной отношения. Раз ты с ней общаешься, значит, ты со мной не будешь общаться. Вот я христианка, да, и меня этот вопрос мучает. Я все время первая к ней, ну, первую не прошу прощения, не знаю за что. И сегодня тоже звонила ей и говорила, что, ну, пообщаться, все равно она бросает трубку. Я говорю, она не хочет со мной общаться. Надо ли общаться и искать контакт с человеком, который не хочет тебя слушать. Вот, ну, а сердце, ты душой болеешь, это же родной твой близкий человек. А у меня к вам один вопрос, такой небольшой, всего пять букв. Зачем? Да. От того, что родственники? Ну, от. Сам Христос говорит, а вы знаете, кто мать и сестра, брат? Не слыхали никогда? Да, слышала. Ну, а та что, на вас никак это не отражается, что ли? У вас какая-то своя вера? Нет. Ну, чтобы отпустить вот это от сердца, теперь просто отпустить и все. Так, а почему у вас это сердце? Только от какого-то пристрастия. Нет. Ну, как нет? Я не знаю. Ну, человеку вы, как таковая, не нужны, не представляете для нее никакой драгоценности. Ну, она вам по крови сестра, ну и что? Что тут такого? Ну, с кем не бывает. Ну, это совсем никак... Конечно, вы можете продолжать за нее Богомолиться, в этом ничего плохого нет. Ну, а зачем навязывать? Разве это христианство навязывает свое общение, свое знакомство? Нет никакой нужды. Спасибо большое. А можно мне задать второй вопрос еще? Пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста, а что значит иметь живую веру? Вот жить, жить, ну, живой верой. Вот иметь живую веру. Ну, пожалуйста. Живая вера – это та, которая действует в нас. Не по закону, а по благодати. Вот в чем дело. То есть сам Господь, Святый Дух, указывает, как нам поступить. Понимаете, вот вам, ну, сама жизнь ставит определенную такую задачу. И вы вместо того, чтобы склонить голову перед волей Божией, вы упорно хотите что-то с ней договориться. Спасибо. И это совершенно невозможно. Я поняла. Ну и слава Богу. Спасибо. Будьте счастливы. Спасибо. Человек заболел. Ему говорят, нужно лечь в больницу. Он всячески сопротивляется. Но все-таки родственники настаивают. И после лечения он всех благодарит. Как хорошо, что вы не отступились от меня. Я был глуп. И все-таки настояли. Я вот теперь вам признателен за это. Здесь вот не отстали, не оставили их покоя. Нет. Но здесь, если бы он упорно бы не хотел, ничегошеньки бы не сделал. А то, что их упорство дало возможность его взять, поднять на носилки, отнести к ногам Христа, поднять на крышу, опустить, оказалось в свое действие. То есть порой такое упорство против воли человека приносит ему? Нет, не против. Дело в том, что всегда у сопротивления человека есть какие-то основания. Ну, например, боязнь или стеснение неудобств, или психологическая невозможность там раздеваться до гола. И там десятки могут быть причин. Чисто психологически. И если родственники это распознают, то определенный нажим возможен на человека. Ну, если нет, ну так, все равно мы все умрем. И кто-то заболел, и кто здоров. Это обязательно. А вопрос в количестве лет, сколько осталось, это уже в руках только божьих. Людей беспокоит, что можем умереть в ссоре с своими родственниками. Это правильное беспокойство. Ну, при чем тут родственники опять? А если с постовым милиционером, это что, то же самое? Ты с человеком во вражде. Это не должно быть у христиан. Потому что вражда, она ведь направляет одного из двух враждующих в ад. Ты же не хочешь явиться причиной? Есть вопрос. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем очень внимательно. Здравствуйте, батюшки. Мы здесь и слушаем вас. А слушаете, да? Да, напряженно. У меня даже уши вспотели. Все, 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 я поняла. Давайте еще раз скажите здравствуйте. Вот, восемь раз надо сказать здравствуйте. Отец Дмитрий, вот, Самара, в настоящее время, параллельно, вот, у нас идет по первому каналу передача, на которой гипнотизируют так называемых наших звезд. Зрелище крайне неприятное и также страшное. Вот, даже если не хочешь видеть это, при включении-выключении передач приходится видеть фрагменты. Вопрос. А разве можно позволять кому-то не было внедряться и руководить твоим сознанием? И это небезопасно будут последствия для гипнотизируемых и для зрителей. Спасибо за ответ, Зарай. Что значит можно? Люди никого не спрашивают, делают, что хотят. Лишь бы это принесло деньги. Вот и все. Что тут такого-то? Ну, а вот кто смотрит? А кто смотрит, это, опять же, дело того, кто смотрит. Я вот не смотрю и хорошо себя чувствую. Посмотрите, как я улыбаюсь. Ну, вообще, это вредно это. А? Это вредно вообще? А это зависит от добросовестности гипнотизера. Тот, который устраивает из этого денежный цирк, а там гонорары, говорят, очень даже неплохие, то, конечно. Очень большие. Ну, мы не знаем. Вам ведомость не показывали? Нет. И мне нет. Поэтому откуда вы знаете, что очень большие? Для кого-то это все очень большие, а для другого это как коробок спичек. Ну, это да. Ну, это да. Чего вы нервничаете? Мало ли, что у нас показывают по телевизору. Вот разве можно убивать людей? А по телевизору, по всех каналам все время убивать людей. Речь идет о трупах, о моргах, о вскрытиях постоянно. Целые сериалы. Ну, так и что, разве убивать людей можно? Нет, нельзя. А что ж показывать? Ну, вы вот в такое положение. Ну, в общем, это аналог всему этому, то, что показывает. Ну, да, просто это более редкая мерзость. А есть более частые, которые уже привыкли. Будут показывать каждый день и по всем каналам. Вот сейчас, если увидят, что рейтинг этой передачи вырос, и все каналы потянутся, найдут экстрасенсов, всяких гипнотизеров будут. Это всякие такие показывают шоу. Чего тут такого-то? Самое обычное дело. И что удивительно, огромное количество людей это смотрит, это нравится. Ну, потому что большему количеству людей больше нравится сатана, чем наш Отец Небесный. Им это все интересно. И детям тоже. Всякие мерзости. Потому что дети-то наши, от грешных родителей, все такое вот темненькое, с рогами, с хвостами, с копытами. Да, порой в детском саду праздники с этими атрибутами. Да. Детей наряжают. И детей наряжают. И сами воспитатели в этом участвуют. И родители это поощряют. И смеются. Так сказать. Сатанинская возродилась культура сатанизма. Так что, чего ж тут удивляться. Как будто человек не знает, где мы живем. Просто каждый раз сталкиваясь с чем-то таким действительно вопиющим, человек в ужасе. Неужели это происходит сейчас в нашей стране с нами? А что наша страна-то? Наша страна впереди планеты всей. Одно дело фантастических боевиков, в котором всякие там нечисти, а другое дело реальная жизнь. Ну так обычно люди воспринимают то, что им показывают, как некую истину. Как научную фантастику, как проникновение в будущее. Но это очень нравится. Ну так ну нравится. А алкоголь не нравится? Говорят, сейчас стали меньше пить больше. Наркотиков стали больше употреблять. А, то есть сменили, да? Я думаю, да. Потому что вот есть такие данные, что стали заметно меньше пить в нашей стране. Крепких напитков. А пива стали больше. Что-то другое, да? Да. Сатана найдет, чем человеку угодить. А вот говорят, что есть звоночек. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Батюшка Дмитрий, Сергей вас беспокоит, с гордого Владимира. Вопрос вот какой. Обращается внучка ко мне и к жене. Ей 7 лет, скоро 8 будет. Что такое сердце? Я не знаю, как объяснить. А если я вот в ближайшее время... Нет ничего проще. Так. Скажите, все люди разделяются на два пола. Мужчины и женщины. А секс в переводе на английский язык значит пол. Девочка будет удовлетворена. Повторите. Благодарю. Пожалуйста. То есть с английского на русский перевести. То есть это просто принадлежность этого человека к определенному полу. Да, просто у нас ведь наша так называемая интеллигенция, она же помешана на аглицизмах. У нас разные были увлечения в стране. Французским, допустим. Вся знать говорила по-французски только. Теперь по-английски. Это считается и правильно, и престижно. И как это по-русски изображают себя такими плохо говорящими по-английски американцами? Почему дьявол так легко разрушает то, что человек приобретает постом, молитвой, стремлением соблюдать заповеди Божии и вергает нас в еще худшие грехи? Ну, я бы не сказал, что очень легко. Он великий труженик. Корпит долго над каждым. Внушает всякие помыслы. Экспериментирует. Внушает всякие мысли. Нет, это непросто. Но вот порой человек действительно потрудится, потрудится, а потом в такое впадает, сам в ужас приходит. Ну, порой все бывает. А порой бывает, сатана над человеком трудился, трудился, а он взял в монастырь, пошел и восстанавливает свою падшую природу. Ну, дай бог, чтобы с каждым так было, но вот редкость эта большая. Чаще все-таки дьявол побеждает человека. Так дело же не в количестве. Количество – это когда мы заинтересованы в материальной прибыли. Чем больше народу прошло через твой лоток, тем больше ты продал. Тут количество играет роль. А тут нет, только качество. Один святой стоит миллионов несвятых. Им цена – грош, ломанный в базарный день. Качества нет. Никчемный человек, никчемный. То есть, только поедает кислород, белки, жиры, углеводы, микроэлементы. Но Господь его все равно. Господь каждого хочет к себе повернуть, это называется, обратить по-русски. И чтобы он начал вот этот труд над своим восстановлением. Собственно, вся забота Господа о человеке – это восстановление его помутненного образа. А человеку это не надо. Ну, кому уж очень активно не надо, Господь его оставляет. И звонок. Алло, здравствуйте. Да, алло. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Ирина. И у меня такой вопрос. Как примириться с изменой мужа? Ну, это совсем не обязательно. Это, так сказать, на ваш вкус. Что вы считаете для вашей жизни дальнейшей наиболее целесообразно? Я думаю, прощение. Ну, тогда как? Есть хороший метод, который описан в Евангелии. Написано, молитесь за обижающих вас. Вам нанесена обида. Если вы молитесь от всего сердца за человека, который вас обидел, у вас обида проходит. Так что вот так вы спрашиваете, как? Я вам рассказал. Не от себя, а от Евангелия. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Всего доброго. А когда, несмотря на молитву, эта обида не оставляет? Тогда надо молиться еще. Если лекарство не помогает, значит, надо продлить. Надо подобрать, может быть, другую терапию. Очень много всяких средств. Но в Евангелии указано это. То есть молитва за обижающего умягчает твое сердце. Может быть, не меняет его? И твое. Нет, почему? Его тоже. Молитва за человека, она же воздействует на этого человека. Ох, как часто люди говорят, молюсь за непутевого сыночка. А он все заслужил. Я очень часто слушаю другое. Один раз помолился, и все. Господь тут же дал. Тоже часто. Никто же не считает, что чаще. Почему одному дал, а другому нет? Какой-то есть признак, что эта молитва угодна Богу, а молитва другого нет? Ну, такого признака нет, потому что, ну, я по себе знаю там все время, священник просит там о чем-то помолиться. Совершенно мимолетно так. Так, попросили мимолетно и помолился. И потом вдруг большое спасибо. Все, все. А никто же не знает, это то, что я молился, или этот сам человек, а может, еще кому сказал. Это только ангелы-хранители наши, которые возносят наши молитвы к престолу Божию. Может быть, они знают, чья именно капелька наполнила сосуд. Ну, главный результат, мы все равно благодарим Бога, опять же молимся. Есть вопрос? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Ну, алло. Да, вопрос можно задавать? Можно. Я хочу задать этот вопрос. Вы знаете, не очень отчетливо слышно. Вы могли бы... Я 23 года не видел мать, она у меня в грузе живет. Мало умерла. И вот, я хочу, может, во мне, это будет, по-моему, грешная идея. Может быть, такое, что это просто в жизни дело, что на мне это все отражает, что на видео жизни. Не понял самого вопроса. Вы не могли бы почетливо произносить слова? 23 года. 23 года. 23 года, это вы хорошо говорите. Не видел мать, потому что она живет в Грузии. Это я усвоил. А дальше у вас начинается какое-то такое... Может быть, на этом, что грешеновей отражается на дитях, на отродителей. Обязательно. Ну как, вот, папа пьет беспробудно. Может это отражаться на детях. Да, обязательно. И на жене, и на детях, и на соседях, на прохожих. На всех отражается. Любой грех, он отражается на всех. Но на детях в первую очередь. Есть у нас, у русских, такая поговорка. Как аукнется, так и откликнется. То есть мы идем в лес. Можно замолвить этот грех. Да никак. Можно поехать на кладбище, помолиться, устроить поминовение. И каждый день за маму молиться. Есть еще пословица одна, русская. Лучше поздно, чем никогда. Спасибо большое. Пожалуйста. Звоните еще, расскажем. Человек видит причину своего греха наследственности. Вот у меня дед пил, отец грешил. Ну и я, что ж тут. Что ж тут. Ну и, пожалуйста. Но Бог принимает не объяснение. Бог принимает только покаяние. Я зарубил соседа топором. И приходит полиция, я им рассказываю. Вы знаете, он меня очень рассердил. Войдите в мое положение. Ну как, он меня достал. Как я? Вот я его и зарубил. Но от этого мне, как 8 лет назначат, так я и сижу. Почему? А потому, что объяснение давал. А нужно Богу не объяснение, а покаяние. Но если человек не видит в себе вины того... Ну не видит, ну что ж я могу сделать-то? Конечно, большинство людей не видит в себе никаких грехов. Живем как все... Грех видит, вины за грех не чувствует. Ну, конечно, большинство таких. Кабы чувствовали, начали бы исправляться. Чего ж тут такого? А вот это чувство вины, как оно приобретается? Оно приобретается воспитанием. И самовоспитанием. В большой тоже степени. Сначала родители. Могут дедушка с бабушкой помогать. То есть объяснить вообще? Объяснить. Потом очень важно общество, в котором мы живем. Среди какой публики человек общается. Публика-то же разная бывает. Потому что люди говорят, вот по телевизору показывают. Ну, по телевизору мы знаем, что показывают. Не надо нам рассказывать. Как? Кто на кого? Поэтому мы и не смотрим. Почему? Потому что хорошему, доброму не научится ничему. То есть вообще это такое антивоспитание. Это наше родное телевидение. Ну, кроме канала «Союз», «Спас». Это развращение народа. Такое систематическое. Систематическое. При государственной поддержке. Да. Финансовая там всякая. То есть государство, можно сказать, заинтересовано, оказывается, в таком развращении? Нет. Государство заинтересовано, даже не государство, а люди, которые составляют, заинтересованы в деньгах. Их вот это интересует. Есть вопрос, батюшка? Алло, добрый вечер. Добрый вечер, батюшки. У меня к вам вопрос. У меня родственница, очень хорошая родственница. Она поминает маму свою в храме. Но вот она как-то говорит, что человек приходит, много раз на землю рождается. Как мне ей помочь, что ли? Как я пытаюсь ее убедить в обратном? А зачем? Один раз и вечность. Зачем вы это пытаетесь? Это совершенно бесполезно. Это вопрос веры. Так что в следующий раз она явится в виде крокодила. Но она присутствует человеком, который рождается. Нет, нет, нет. Это вам любой индус скажет, что рождается и рыбкой, и крокодильчиком, и тигром. Потому что если человеком, это столько людей не хватит. Количество народа-то растет все время. А как это ее убедить? Да никак. Да никак. Ну, голову нельзя же отпилить и другую представить. А ту старую голову ванишем промыть и пришить. Ну, это бесполезно. Тем более, вы знаете, вы же сами женщина. Должны понять такую поговорку. Женщину можно убедить в чем угодно. Только не в том, что она не права. Поэтому ваши усилия, они совершенно напрасны. Оставьте в покое ее, воспитывайте внуков. Примирность православия как-то можно привести. Ну, как, смотрите, человек живет в России. Куда ни глянь, золотые купола-коресты. В Костроме у нас. Ну, конечно. В Костроме такой город прекрасный. На излученной Волге стоит вообще монастырь такой роскошный. Начало нашей царственной династии последней. И там, живя, человек верит в эту придурочную ахинею. Значит, у нее с головой-то не все в порядке. А кто-то делает, что нормальная. Ходит, подпоминает. Нет. Ну, видите, в голове каша поминает. Ну, что толку, что она поминает? Понятно. Ладно, спасибо. Ну, вот, пожалуйста. Я очень вам сочувствую. Но тут ничего не сделаешь. Вы лучше молитесь о том, чтобы Господь привел ее к покаянию от этой зловредной ереси, которая возникла в самом густапсовом язычестве. Понимаете? Батюшка, можно еще вопрос? Да на здоровье. Знаете, вот у нас земля называется еще Юдоль. Это плачевное место. А как вот понимать? Ведь душа рождается, она ведь чисто приходит. Вы знаете, вы начитались каких-то странных брошюр. Никогда земля не называлась Юдолью. Юдолью называется, ну, некоторые обстоятельства, в которых оказался, может быть, вырос человек. Понимаете? А земля – это то, что Господь создал для нас. И от нас зависит, превратим мы ее в райскую жизнь или она станет Юдолью. Где будет вокруг одна пьянь, верующая, не знам во что, сочинять. Вместо того, чтобы прийти в церковь, научиться узнать, книги почитать. Ну, для детей, конечно. Для взрослых это бесполезно. Вот. Потому что учились плохо, ничего не знают, логарифмировать не умеют. Синус-косинус подсчитать не в состоянии. Вот. А начинают рассуждать там. И вот такое получается. От невежества. Понимаете? Такое невежество. Ну, просто страшно. Вот. А церковь открыта. Любой человек 17 века, он бы мог вам все объяснить. А мы уже живем в 21-м, ничего не понимаем. Свои собственные религии, которые наши предки исповедуют тысячу лет. А мы как инопланетяне. Вот. Вот это наша беда. Батюшка, ну, у нас так принято, что если человек ходит в церковь, постится и молится, он православный. А если ходит каждую неделю в церковь, то он очень верующий. Вот эти три признака, они достаточны для свидетелей. Признаки такие, вполне солидные. Но еще очень важно, что у человека в голове. А еще важнее, что у человека в сердце. Во что он верит. Да, во что верует, как. Какого качества в сердце. Может, он как пес злой. Есть же и мужчины, и женщины, которые в церкви на всех набрасываются. Ну, и что, в кого они вообще веруют? Хотят научить православию. Тех, кто еще не знает. Но, к сожалению, они православие не знают, в чем оно состоит. Православие, оно у таких, как Нафанайл. Сердце Нафанайла, это же тоже Божий дар, его чистота. А все Божий дар, а картошка не Божий дар. И вот одному Бог дал такое чистое сердце, которое могло его узреть. Ведь Нафанайла сердцем узрел Христа. Ну, человек сам в течение своей жизни, большой или маленький, он сам выбирает. Каждый мальчик, он выбирает себе товарищей. Он выбирает себе игры. Он выбирает себе книги. Один мальчик идет на реку закатом любоваться, а другой идет подглядывать в женскую баню. Он же сам идет. Он выбирает. То зрелище тех ребят. Есть вопрос, батюшка. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Что скажете нам хорошего? Батюшка, хорошего. Ну, слава Богу, что уже вы все здоровы. Ну, у меня есть приятель. У меня есть приятель. И он сейчас приболел. У него достаточно серьезная такая болезнь. Пуберкулез. И вот он сейчас молится. И, ну, пытается получить исцеление. Он просит у Господа. И у него здоровье пошло на поправку. Понимаете? У него там врачи... Ну, он сейчас в больнице лежит. И врачи сейчас удивляются. Ему намного лучше стало. Ну, в общем, все, слава Богу. И вот суть моего вопроса. Вот когда приходит такая нужда, каким святым, каким иконам нужно обращаться, молиться? И какими молитвами, чтобы получить исцеление? А вы знаете, я вас, может быть, удивлю. На самом деле не играет никакой роли. Можно молиться любому святому. Можно молитвы читать абсолютно любые. Так что, можно молиться и своими словами. Человек болеет. Господи, очисти мои легкие от туберкулезной палочки. Вот такая молитва. Пожалуйста. Слава Богу. Я никогда не думал, что с вами вот такую живую поговорю. Я почитал немало количества ваших книг. И вообще мне очень приятно, что я дозвонился. Я даже не надеялся. Пожалуйста, звоните еще. Обязательно, батюшка. Ну, все. Спасибо вам. Слава Богу за ваш канал. Поэтому не в многословии будем услышаны. А услышаны будем настолько, насколько наше сердце откроется навстречу Богу. Вот что важно. Да. Так что, если наша молитва сопрягается с прославлением Бога, с покаянием, и обязательно нужно, если мы хотим у Бога что-то и спросить, обязательно нужно всем нашим обидчикам простить, чтобы наше сердце было легкое. И тогда Господь обязательно обратит на нас внимание. Спасибо вам большое. Пожалуйста, на здоровье и вашему другу. Почему постом, особенно великим, дьявол более нападает на людей, чем вне поста? Ну, потому что пост – это очень полезное для души дело. И дьявол хочет отвлечь человека от этого спасительного дела. Пост очень простая, такая понятная и доступная дисциплина. Аскетики. И вот он пытается отнять у человека плоды. Ну да, отвлечь, отнять, ввести его в какое-то раздражение. Ну, или в тщеславие. Во что угодно. Только, чтобы оторвать от Бога. Он пробует разный набор средств. Вот часто люди говорят, когда что-то начинает получаться, само собой возникает чувство, ну, какое-то довольство собой. Вот такое вот. Ну, потому что человек не привык бороться с тщеславием. А тщеславие – это, как говорили святые отцы, это как корабль уже в бухту приплыл по месту назначения. И там в бухте терпят кораблекрушение. То есть все уже доплыл. Вот берег, вот сейчас рынок, вот торговля, вот все приплыл. И он там, на риф, бах, и все, все, весь товар утонул. Настолько это тщеславие – вот такая вредная вещь. Она делает все труды человека не только бесполезные, но наоборот вредные. Потому что чем больше у него трудов, тем больше тщеславия, тем дальше он удаляется от Бога. Потому что тщеславие – это родная, любимая дочка гордости. Растет тщеславие – это потому что растет гордость. Растет гордость – ты удаляешься от Бога, потому что Бог гордым противится. И человек вместо труженика, который хочет угодить Богу, превращается в его противника. Незаметно для себя. Трудится, а бесполезно. Бесполезно – это ладно, а вредно. То есть тщеславному человеку и поститься вредно, и молиться вредно. И молиться вредно, и поститься вредно. Все вредно. А как тогда без поста и молитвы преодолеть в себе эту страсть? – Надо ее заметить, со слезами молиться Богу, чтобы оставила. Ну и, конечно, лучше всего пребывать в молчании. Тщеславие очень развивается от непрестанного говорения. – Вольно или невольно, а человек начинает тебя похваливать. – Похваливать. И тут он пропал. – А некоторые говорят, я не хвалюсь, я просто делюсь своей радостью с другим. – Ну делись, но ты знаешь, что тебе это вредно. И ты утонешь в этой радости, и плода не будет. Вот, как на деревьях, много листьев, а плодов нет. Листики, они играют на солнышке, шуршат от ветра, а толку-то нет, яблочек-то нет. Однажды я каялась в страхах перед жизненными ситуациями, и священник сказал, не бойся, Бог всегда поможет. А в чем помощь Божья, если зло против меня усиливается, а я все чаще впадаю в грех уныния и раздражения? – Нет, ну, священник имел в виду, что Бог всегда поможет при условии, если человек к нему обращается. А если человек обращается к своему унынию, которое происходит от неверия. Ни в Бога, ни в его милость, ни в его свойства, то никогда ничего не поможет. Бог просто не может помочь. Неверующий, он не может Богу угодить. А унылый, он неверующий. – Но видя, что человек впадает, вот это неверие, Бог не помогает? – Нет, конечно. – Не провалиться в эту бездну? – Нет, конечно. Все написано, все сказано. Читайте и разумейте. – Ну, вот видите, не хватает у человека, видно. – Нет, ну, не хватает. – Разумения. – Пришел в ресторан, а денег не хватает. – Ну, возьми супчику, и все, и покушай без хлебушка. Как раз аккурат хватит. – Люди ждут от Бога помощи только потому, что мне плохо. Я в ней нуждаюсь. И вопрошают. Но Бог, видя, что мне плохо, почему Он мне не поможет? – А потому что для Бога важнее всего общение с нами. – А мы пренебрегаем этим общением. – Вот мужчина звонил, 23 года мать не видел. – Это о чем говорит? – Не больно-то она нужна. – Ну, как, 23 года. Я даже вообще не представляю, как это возможно. – Ну, я не могу себе представить. – Вы часто говорите, что в жизни все бывает. – Я примерюсь как бы на себя. – Ну, вот что-то там у людей в душе происходит. – Ну, да. Что же, то, что от того, что происходит, таков и результат. – Когда мамочка умерла, человек страдает. – Надо же все вовремя делать. И детей вовремя воспитывать. И мамочки заботятся. Все вовремя. – Вот люди приходят с покаянием. Тому не додал, этому не сделал. – Ну, если приходят, то хорошо. Бог-то слышит. – И у каждого вопрос. А что я теперь-то могу сделать? Человек умер. – Ничего. Только молиться о упокоении его души. – Как очистить свою совесть? – Если придет в сердце Господь Святый Дух, он может очистить от всяких скверных, совесть человека. – То есть это нужно призывать Духа Святого, чтобы он пришел. – Да. – Приди и вселись, и очисти от всяких скверных, и спаси благо души наши. – Эту молитву, как Отче наш, знают почти все. – Ну, нет. – Ну, по крайней мере, из тех, кто ходит в церковь. – Ну, знаю так вот наизусть. – Ну, большинство людей, я примечаю, молитвы читают автоматически. Не понимая содержания. Поэтому они и спрашивают, какую молитву читать. Да какая разница? – Ну, верят, что некоторые молитвы имеют особую. – Это большое заблуждение. Это ересь. – Я как-то... Мне нужна была молитва о болящем. Молитва слова не была с собой. Я в интернете, значит, на телефоне набрал. И мне сразу выскакивает список. И вверху этого списка самое сильное, самое действенное, самое лучшее. То есть именно такая характеристика дается молитве. И вот... – Ну, так кто составлял этот текст? Это же не обязательно человек православный. – Да. Вот мы говорим о торжестве православного. – Молитва не может быть действиема вообще. Действием может быть только действием человека. и Бога. – Так, вот. Если Бог действует в твоем сердце... – Да. – Значит, ты хорошо помолился. – Ну, да, конечно. – А какими словами это уже... – Конечно. – Вот, а люди думают, в магию слов надо вот специальные... специальные молитвы. – Ну, так проще. Так понятнее. – Ну, понимаешь, понятие должно быть... – Ну, правильно, как в алгебре. Тут не может быть двух... как-то вариантов. – Большое спасибо вам за ответы. Нас просят заканчивать. Всего доброго. До свидания. – Всего доброго. Спасибо вам. До следующей встречи. – Субтитры создавал DimaTorzok – Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok – Субтитры создавал DimaTorzok – Субтитры создавал DimaTorzok – Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...